Хотя в этом году я принял решение, что в любом возрасте дети могут ехать с родителями, точнее, родители с детьми. У них будет своя программа, своя жизнь, но я хочу, чтобы джудо было связующим между родителями и детьми. Один из них сказал, что скорее бы он вырос, и вы вот уездите на сборы, в лагерь, да, там все дело. А я говорю, а в связи с чем такая эмоциональная выброс такая? Он говорит, ты что-то устал, я от него. Сдаю вопрос, как можно стать от человека, которого любишь? То есть реакция была немножко такая, знаете, сначала замешательство, а потом даже такая легкая агрессия, типа вот учишь ты в нас всех. Ну, как бы да, вот учу, стараюсь. И сам учусь. Вот как бы так. В боевых искусствах есть такое изречение или выражение «поддаться, чтобы победить». Как вы понимаете это? Ну, наверное, ничего я не открою, да. Использовать силу, энергию, да, противника или там, да, человека против него же самого. Вот, наверное, так, как оно есть. Оно это даже не принцип, наверное, джуду, а это принцип общая жизнь. То есть негатив, он же все равно вольно или вольно возвращается к человеку. Вот, поэтому лучше мыслить позитивно, действовать позитивно, поступать позитивно. Поэтому, вот, наверное, как-то так. Канадзигора в своей школе, когда Канадзиудо, ставил три приоритетные задачи в образовательном процессе. Это физическое, интеллектуальное и нравственное воспитание. Скажите, ваше мнение, и что первостепенно, а что второе и третье? Ну, вот, физическое, да, то есть, ну, как говорится, знаете, я физическое, наверное, поставил бы посередине. А вот интеллектуальное, образовательное, ну, скажем так, да, поставил бы первое. Потому что интеллект даст возможность, да, грамотно, физически развиваться. А физические, ну, скажем так, упражнения, да, назовем их так, да, то есть, вот это физическое воспитание, оно перейдет к нравственному. Вот, наверное, так, нравственное воспитание. Ну, хотя здесь можно спорить, да, ну, не спорить, а можно рассуждать точнее, да. Ну, это опять, это ваш взгляд. Да, а физическое я поставил бы все-таки посередине, потому что, ну, физическое воспитание – это инструмент, с моей точки зрения, развитие нравственности и интеллекта. Вот, потому что, ну, вот, наверное, так. Так, как вы думаете, стало бы дзюдо таким же популярным и известным видом боевых искусств в мире, не будь оно включено в программу Олимпийских игр? Ну, скорее всего, нет. Мне так кажется. Все-таки это вот, Олимпийское движение, оно же очень мощное. Вот, и, ну, здесь, да, вот, мы же тоже, да, то есть, вот, как, ну, Олимпийские игры, Олимпийский чемпион на всю жизнь, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я думаю, что, ну, не могу, конечно, утверждать 100%, но, что это фактор очень мощный для того, чтобы дзюдо популярно в мире, именно благодаря тому, что это Олимпийские спорты, я даже не сомневаюсь. Мы с вами затронули тему вашего проекта, который почти 10 лет уже вы реализуете, это дзюдо фемили, ну, и так, семья дзюдо, да? Да. Сегодня, насколько он актуален и востребован в Российской Федерации? Вы следите за развитием этого проекта в регионах Российской Федерации? Не только слежу, я пытаюсь его развивать, я пытаюсь его пропагандировать, вот, и у нас во многих регионах, ну, не во всех, ну, во многих это громко, конечно, я сказал, Ну, в достаточном количестве регионах, да, этот проект работает, вот, ну, так вот, на вскидку Чебоксары, Пенза, Ханты-Мансийск, Челябинск, Новокузнецк, Тюмень, Выборг, то есть, ну, вот, это, я, Москва, я перечисляю те регионы, которые... А, Барнаул, вот, Нифонтов Иван, да, то есть, как мне позвонил, тоже спросил, как это вот проявилось, интересы, и сказал, что будут развивать в этом плане. Рязань, вот, о которой мы говорили тоже, тоже, вот, все эти дела, то есть, ну, география такая достаточно широкая, может быть, не очень, все равно для нашей страны мощная, но интерес есть. И есть интерес со стороны, и поддержка со стороны Федерации Дзюдороссии, то есть, я думаю, что посредством Федерации Дзюдороссии, да, мы эту тему будем дальше подвигать, потому она, понимаете, она непростая, вот, и не все тренеры хотят этим заниматься. Ну, вы сами тоже прекрасно понимаете, есть четкое понимание того, что обиды за своих детей родители воспринимают гораздо острее, чем свои личные. И вольно или невольно, да, когда это проект Дзюдорфэмили происходит, когда дети вместе с родителями, и родители требуют более, ну, неосознанно, да, более большого внимания, повышенного внимания к своему ребенку, начинают сравнивать и так далее. То есть, знаете, ну, как-то вот такая тема, даже вот на тех же самых фестивалях, да, все равно родители как-то вот так, знаете, ревностно, есть такая, и их никак от них, ну, с этой проблемой не решишься, это личностный характер, да, личные особенности характера человека. Но вот, тем не менее, да, вот, и происходят некие такие конфликтные ситуации, сильные, менее слабые, там, и это зависит, опять же, от амбиции родителей. Поэтому многие родители говорят, мы не сумасшедшие, да, то есть, как бы, вот, создавать себе дополнительные проблемы. Хотя результат в общем гораздо, это просто, ну, скажем так. Результат именно вот этой программы, да, в обличении родителей с детьми. Скажу так, у нас же есть еще и лагеря, да, вот эти джудо-фамилии. И один отец сказал, что Юрий Александрович, если бы мне кто-то сказал, что за эти две недели изменюсь я, изменится мой сын, а самое главное, изменятся мои, наши с ним взаимоотношения, я бы никогда не поверил, но это так. Понимаете? И ведь мы чем старше становимся, тем наши пути расходятся с нашими родителями. Вот. И это более болезненно ощущают родители, потому что они не хотят отпускать своих детей, да, понимаете? А их надо отпускать. Вот. Отпускать, а при этом должно быть некое такое, ну, как сказать, составляю, связующее, безболезненное, которое будет интересно всем. Если мне и моим родителям это связующее интересно, оно будет вот так и параллельно будем идти, как вот я иду со своими детьми, да, то есть я один занимался, другая нет. Но я ее не тащу сюда силком, но она в этой теме, ей интересно развивать джудо вот в том формате, в котором как бы она проводит. Поэтому я думаю, что, ну, не думаю, я в этом уверен, я это вижу, это есть уже определенный результат. Ну, то есть я, извините, вот ребята в этом году закончили школу, они из этого проекта, понимаете? И все родители вот заходят, дети уже в Москве учатся, а родители заходят, спрашивают, как дела, как, что, чего, знаете, так, по вечерам там после работы заскочат. Вот, поэтому этот результат этого проекта просто, это еще раз, укрепляет, будем называть таким, да, таким, если штампом, да, укрепляет взаимопонимание в семье, связь между детьми и родителями. Это реально, это реально работает связующее всюду. Вы себя считаете тренером или учителем? Знаете, как говорят, тренер, раньше был такой, сейчас же убрали, да, такую, как сказать, такую категорию, тренер-преподаватель. Да, тренер-преподаватель, да, как многие шутили, вот, а сейчас только тренер, да, то есть какую-то педагогическую почему-то составляющую, да, сейчас не рассматривают в развитии спорта. Но, если серьезно, я себя считаю и тренером, и учителем, и учеником. Я учусь у своих детей, у своих учеников, у, почему детей сказал, да, потому что они тоже в этой теме, да, в семье дзюдо, то есть, я учусь у их родителей, вот, потому что они создают мне всевозможные, да, такие ребусы, которые я должен разгадать, да, из которых, да, мы должны вместе все выйти и так далее. Вот, поэтому, наверное, так, и тренер, и учитель, и ученик, и, наверное, даже и все-таки и товарищ, и друг. И в завершение, конечно, еще много-много можно о чем говорить, но на сегодня, наверное, так, мы ограничимся неким нашим форматом в рамках этого проекта, а потом, я имею в виду проект «55 лет олимпийского дзюдо», мы с вами еще потом встретимся, какое-нибудь интервью сделаем. В завершение, последний вопрос, вот представим так, что вам, вы можете выступить перед всем миром, что бы вы им сказали, людям всего мира? Я так сказал. Любите друг друга, цените друг друга, радуйтесь каждому мгновению с теми, кто вас любит, кто вам дорог, потому что только любовь созидает, созидает во всем, и в жизни, и в нашем любимом дзюдо, и в обществе, и везде. Поэтому, ну, понимаете, это, конечно, не к теме дзюдо, да, но вот я все-таки, да, вот именно бы так сказал. А если брать более, так, знаете, такую, скажем, узкую, то я бы всем взрослым советовал любить детей. Они очень быстро растут, вот, и вот эта радость, она на самом деле очень быстрая, мимолетная, вот. Поэтому, наверное, так всему миру желаю, любви, взаимопонимания. Спасибо, Юра, и вам также мы пожелаем. Ну, и вот я хотел бы и вас поблагодарить, да, за неформальный подход к дзюдо, ну, даже не то, что неформальный, а и вот, как бы, такой, да, взгляд на него под именно таким углом, что дзюдо больше, чем спорт. Спасибо вам. И все-таки хочу завершить наш разговор одной фразой, которую, о которой мне сказал один человек, который изучает дзюдо. Вы его тоже прекрасно знаете, это Алексей Горбылев. Да. Пишет книги, специалист в этой области и плюс носить, владеет языком японским. И он сказал так, что в документах в Японии, в Кадакане, он нашел дневники Кана, в которых было такое высказание. Я, может быть, сейчас не полностью 100% перенесу это, но в последние годы своей жизни вообще Кана все время переосмысливал понимание, ну, как вы говорите, быстрее, выше, сильнее, это все время развиваться, и он все время развивался в этом направлении. И переосмысливал свое видение дзюдо, вообще школы Кадакан дзюдо, в которую, да, он создал. И он сказал так, что дзюдо – это принцип жизни. Другими словами, дзюдо – это основа жизни, то есть это даже не боевое искусство, это даже не вид спорта, это не метод физического воспитания, а просто это принцип жизни. Образ жизни, образ мысли, образ бытия. Да, вот такое сделал, как бы, определение этому понятию дзюгора Кана в последние годы своей жизни. Вот, спасибо, и до новых встреч. И вот я, можно маленькую так, по скриптам такой, да, хочу все-таки это больше, наверное, найти, как такая, опять же, может быть, ну, и в том числе рекламная составляющая, да, но тем не менее. Значит, у меня одна семья, ну, приняла решение переехать, ну, как приняла, то есть, ну, в результате там, как говорится, жизненных обстоятельств, и они, отец пришел в школу, да, где планирует, что будет учиться ребенок, и сказал директору, что вот, скажите, вы не в курсе, где здесь есть поблизости школы там, или клуб дзюдо. И директор школы негативно отозвался дзюдо, то есть, так, ну, что он дзюдо, вот в школу хорошую попали, престижную, здесь прекрасно учат, все хорошо и так далее. Он взял, нарисовал табличку, в которой поставил плюсики, что дает школа и что дает дзюдо, да, то есть, и список то, что дает дзюдо, гораздо, оказался больше, чем школа. Вы будете, может быть, удивлены, но они остались в этом городе, в нашем городе, в нашем клубе, сказали, что мы пока повременим, мы нашли возможности остаться и так далее, потому что мы видим, что дзюдо дает больше, чем мы даже предполагали, пока вот этот листочек не написали. Поэтому, вот, такие дела, занимайтесь дзюдо, любите дзюдо и задумайтесь, насколько оно полезно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.